В мировом православии наметился конфликт церквей. Константинопольский патриархат, базирующийся в Турции и Греции, в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, назначил своих экзархов, то есть посланников. Константинопольский патриарх, он же достаточно видная фигура в православном мире. Он объединяет достаточно большое количество поместных церквей. Это и дарование автокефалии, это и вопросы пересмотра анафем, наложенных церквями. Они были направлены в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. В начале сентября произошел синаксис, на котором, собственно, были утвердены экзархи для консультации с неканоническими православными церквями, так называемыми раскольниками, о предоставлении автокефалии и дальнейшем объединении вот этих церквей. Синаксис — это собрание представителей церкви. Автокефалия в данном случае — получение независимости украинской православной церкви от русской. Толчок, который катализировал все эти процессы, это будет социально-политический кризис на Украине 2014 года. И, соответственно, с этого момента начинаются попытки отобрать имущество украинской православной церкви. И, собственно, разрабатываются проекты, как отделить церковь от дружественных и тесных культурных и религиозных связей с Российской Федерацией. Русская православная церковь ответила на это действие. Это выступило с уже непосредственным заявлением о том, что она прерывает поминания Константинопольского патриарха на литургиях, запрещает своим клирикам участвовать в совместных мероприятиях, где главенствуют клирики Константинопольского патриарха, и запретила общение с этими двумя экзархами, которые сейчас действуют на Украине. Конфликт может вызвать последствия и в православном мире, и на Украине. Глобальный конфликт может привести к расколу православной церкви. Подобная практика приведет еще к большему разделению населения и, соответственно, произойдет к столкновению, потому что будут попытки захватить эти храмы, а ведущие будут максимально пытаться их защитить. Артем Тупичкин, Универньюз.